Девушки отдыхают Молодые, талантливые и свободные от штампов находят здесь поддержку, которая так нужна, если в тебя не верят ни топ-менеджеры, ни рекорд-компании, ни радиостанции тем более. Без проплаченных эфиров и ротаций тоже можно стать звездой, как это произошло с Ваней Дорном. В этом уверен и продюсер Федор Фомин, открывший его для российской публики. Так и не глядя, как я люблю тебя. Не забывай, что не люблю тебя. Тебя можно назвать крестным папой Вани Дорна. Отчасти так и есть. Ваня действительно мой крестник музыкальный. Ваня сам себе продюсер, он делает все сам. Продюсер тот, который говорит, рекомендует, настаивает, наказывает, поощряет. Я нет, мы просто дружим и обсуждаем. Мог бы ты пару слов сказать о том стиле, в котором работает Ваня? Пускай музыкальные критики придумывают штампы и название силы. Он просто оказался вовремя. Он оказался к месту. У него получилось так, потому что он делает все от души и по-честному. В чем разница между тем, когда ты диджейш и поешь? Когда я выступаю, я скорее удивляю своим творчеством. Когда я диджей, я удивляю чужим творчеством. Мы своим музыкальным воспитанием. Можешь ли ты, как новичок, но уже очень востребованный, посоветовать тем, которые только начинают сделать первые шаги, что нужно делать? Верить в себя, никого не слышать, не зависеть от денег, от чьих-то влияний, от чьих-то неправильных советов продюсеров. Каждый день в сети рождаются новые звезды. И мы с удовольствием разыщем и поддержим их. Встречайте в Тренде. Рядом со мной Кристина Си. Она принадлежит новому поколению музыкантов, у которых есть определенная аудитория в интернете. Но, к сожалению, ее мало кто знает. Широкую аудиторию мы ей обязательно обеспечим, потому что прямо сейчас она попадает в программу Тренде на МТВ. Привет, Кристина. Привет. Я не хочу ждать до утра твоей любви и ждать звонка. Катя Нова. Но я скучаю, мне не хватает знать, что ты рядом. Это Катя, это Леня и вместе они группа Айова. Найди меня, мама, на фото. Крайняя справа, заметь, Счастливые два идиота, я и он. Это группа Тейст Волт Хаус. Эльвира Т. Интернет – это хорошая индустрия такая, которая, в принципе, сделала тебе имя. Как ты начала свой путь? С детства я не пела, у меня не было слуха, как мне говорят. Лет с 12 я начала петь, занималась вокалом. И вот в 15 лет я написала свою песню «Все решено». Вся любовь выпита до дна, и боюсь, что это моя вина. Записала ее на студии, мне помогли друзья. И выложила ее в интернет, и за примерно полгода она разлетелась по интернету. Собрала огромное количество аудитории, и так меня нашли мои продюсеры, которые помогли мне снять клип и помогают мне в дальнейшем продвижении. Ты местная? Я ленитчица, приехала из Владимира, поступила в Гнесинку, и вот, собственно, там учусь на последнем курсе. То есть ты всегда знала, что ты хочешь петь? Да, 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 сто процентов, и я пою русские народные песни, учусь на соленародном пении. Как и где нужно знакомиться с теми людьми, которые, ну элементарно, если тебя не засунут куда-то, хотя бы поддержат тебя как-то. Я никогда специально там никуда не ходила, так просто само собой получалось. В детстве я участвовала в различных конкурсах вокальных, занимала первые места, и жизнь меня сама вывела на эту тропу. Затем была поп-группа, потом поп-группа распалась, я стала петь сольно, и потом уже лет в 19 я захотела заниматься именно танцевальной музыкой. У меня есть песни, кавер «Just like a star». Я записала ее, я выложила ее в интернет, ее начали слушать люди, расхватывать, мне писать. И потом я просто сняла видео с подругой дома на свою камеру, она сидела на холодильнике, снимала меня с холодильника, и получилось все очень прикольно, и как бы это разошлось по интернету. Благодаря этому клипу я познакомилась с Хайком. Он мне предложил вот сделать песню совместную. Я хочу сказать, я для тебя открою двери, Я хочу сказать, что буду ждать тебя всегда. Кого ты любишь из наших, из западных? На кого ты ориентируешься? Кто тебя вдохновляет? Ну, это однозначно Бейонс. Мне нравится Шаде, мне нравится Синодион, мне нравится Людмила Зыкина. По мне, так это вообще гениальная женщина, которая настолько раскрывала русскую душу, вообще русскую природу, и супер-супер-супер. Из наших композиторов и песенников мне нравится Константин Меладзе. Я считаю, что у него песни как раз со смыслом. У меня есть один кумир, ее зовут Шаде. Женщина, миниатюрная, она держит весь зал. Я считаю, что цель музыки – трогать сердце. Нам повезло. Первый наш трек, который попал на радиостанцию, он попал совершенно случайно. Мы принесли, ни на что совершенно не надеялись. И на следующее утро уже Ливан слышал, когда ехал на дачу с своей девушкой, он мне звонит с утра «Включи радио!» То есть это было совершенно неожиданно, случайно. И многие даже потом не верили, что мы не платили ничего. Но это действительно чудеса бывает. Очень, кстати, было страшно снимать первый клип. Я так стеснялась и переживала, не знала, как это, что вообще. Приехала накрашенная на съемку, а там визажисты же. В этом мире я одна, без тебя, без тебя, без тебя, yeah. Давай на путьте молодым от молодой. Мне бы кто-то на путьте сделал, я бы с удовольствием послушала. У тебя есть все-таки записанные треки, просмотры в интернете. Это что-то уже значит? Значит, ты какой-то шаг уже сделала? Нужно просто двигаться к своей мечте и мечтать. Делай хороший материал, неважно, на каком носителе, какого качества. Главное, чтобы это была хорошая песня. Выкладывай ее, посылай, ее увидят и обязательно помогут. Для этого не обязательно большие деньги. Показала практика. Будь собой. Не стоит никого слушать, четко продумать свой путь и идти по нему. Никого нельзя слушать, особенно молоденьким девочкам, которые там так же, как я, приезжают в Москву. Это, конечно, опасный город. Не нужно быть в тренде. Нужно быть трендом. Группа «Йо». Я Эльвира Тев. Мы «Тейстлхаус». Кристина Сис. Катя Нова. Вы смотрите тренде на MTV. МТВ. МТВ.